салам алейкам все мои друзья кто смотрит мои видосы с вами ергали ну вот сегодня хотел я рассказать на что жгу костер сижу во дворе хотел рассказать про 90 годы эти бандитские годы когда я ездил москву тогда купил значит себе бычок машину зил с нуля помню ездил за дорого помню купил там бычок знаете машина там зил на платформе зил вам узел и же в москве амузил вот эта корпорация вот там я покупал этот бычок и вот купил его для того чтобы ездить на север то есть у меня был там возили тогда на север это знаете сыр колбасу мясо тогда очень хорошо можем было продать на севере вот эти продукты это в девяностые годы девяносто восьмой год девяносто 9 как раз знаете что дошла война в чесне не вот так же на дорогах кроме чеченцев также еще на дорогах были опасность это вот бандиты местные там столько там же татарский аул от когда есть тюмень куда дальше там и в этих татарских аула там местная братва там ну обычные пацаны там местные они собирались садили нам садились нам на машины в основном тогда были восьмерка девятка помните вас вот это жигули были считалось бандитскими вот эти вот машины и вот один раз я хотел рассказать случай один вот ночью приехал я значит на таможню тогда уже таможня была с россии казахстан и вот я сюда приехал на таможню россии казахстан но у меня со мной водитель я значит как экспедитор но и как хозяин как экспедитор значит ему набрали значит здесь петропавловский сыр там колбасы там и вот повезли значит тюмень а в тюмень у меня сбыт был там у меня я работал сургуте и вот решил туда увезти а там цены знаете тогда помню где-то один к десяти мы у нас был подъем то есть если на 1000 долларов увез десять тысяч долларов привезешь но не сразу там надо было все реализовать но факт то что было здорово ваша бизнес такой был прибыльный единственно что было риск по дороге вот это вот рэкет бандитизм знаете по дороге было единственно вот это вот было так деньги был подъем хороший ну тогда в основном же наличка шла все в основном налички сумками таскать эти деньги ну и всегда конечно брали с собой оружие то есть на дорогу я помню у меня бажуха тогда двухствольное оружие я помню я у него видел говорю бажа продай ружье он такой да бери так что ты продай но бажа же молодец такой подарил мне двухстолку я говорю тебя есть говорю это пила по железу он так и смеется зачем тебе да я говорю не буду же я таскать беру сделаю обрез мы с него сделали знаешь обрез я значит взял у его спрятал там знаете вот где дверь там туда чтоб ну чтобы удобно доставать там то то там падает под подкладку сделал спрятал патроны все как положено там не на уток же хороший патрон с картечью такие хорошие патроны и вот значит поехал я вот на таможне таможне застряла короче там такая чередина там столько командов столько знаете вот и вот очередь занял короче там ребят да вот которые стояли там на таможне за каким-то камазом ну я им говорю а там у меня рядом короче жил тоже родственник со стороны жены значит вот рядом с таможней ну я говорю а этим пацанам говорю который в камазе игры я щас уеду а утром говорю приедут искаж ну естественно подождал кто за мной займет очередь чтобы потом споров не было знать и вот значит поехал к родственнику тот естественно там сварил мясо встретил нас так родственники казаха знаете как это значит переночевали там отдохнули хорошо утром встаю такой приезжаю туда на таможню а там такой кипиш на таможне оказывается ночью приезжали чеченцы боевики тогда же шла война и вот они собирали деньги на войну оказывается они ночью приезжали и вот что интересно они вот днем спали как я понял чеченцы да а ночью выходили значит вот реально как волкеры они работают а ночью выходили вот на тропу войны и вот один из способов добычи денег для войны чечне вот у них было вот этот вот на таможнях значит они приезжали туда с оружием и с автоматами с пистолетом и всех там шугали там стреляли как мне эти ребята горит стреляли горит тут всю ночь а там таможняки которые же они там там избушка тогда была тогда не было такой как сейчас там по настроили тогда простая будка вот это деревянная так они чеченцев видят они сразу дверь закрывает кому нужны эти проблемы знаете все жить хотят и все и вот эти камазисты там арбузы везли там все подряд знаете и они отходили каждому смотрели товар там тебя столько то долларов тогда доллары все шли в основном подходит другой машине как тебя столько то что нибудь не так сказал он берет бах ему проблему делать знаете в дверь в это стреляет колесо но если человек не понимает там начинает знаете все жадных жадных же много либо там начинает там ну понятно же да и они его так предупреждают колесо бах только и все типа давай раскошелилась и вот мне мужики горят ох они горят тут горьки с автоматой с пистолета горит стрельбу как открыли жуть нагоняли в общем а тогда вот так вот на войну чечне они собирали деньги а мне повезло они не горят вот ты горит какой фартовый ты парень ты горит уехал горит как стемнело горит и эти появились к я говорю они горит днем горы спят ночью игры выходят на работу то есть тогда было такое понятие что ночью это было уже власть переходила в боевикам либо к бандитам ночью а днем значит как-то более-менее спокойно в основном то там а как ночь так все переходила к ним значит ну вот а я мне повезло я значит проехал так легко так отделался а потом дороге проехал едем сторону тюмени уже знаете туда спускаешься и вот местные вот эти вот там есть деревни которые проезжаешь этой деревне там тоже от местные братва пацаны но обычные пацаны это не всколачивались такие но беспредельщики короче как они их называли то есть они никому не отчитывались они не не были там с организованной преступности связаны даже было и организованы приступать а эти просто так вот ага ребята соберутся хоп на машину и поехали коммерсантов бомбить и помню к нам тоже зацепился один машина вот эта восьмерка знаете машина тогда бандитская машина это как же мы их назвали напильник зубила 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 называли эти машины и вот он зацепился и за нами и машет мне вот моргает фарами остановись типа а у нас значит ребята учили что горит дороге никогда не останавливаться это самое важное было остановишься либо убьют либо заберут ну хорошо если живой короче остались поэтому лучше горит не останавливаться и вот мы вот так и значит у меня же обрежу он моргает там и ему раз обрез показывает еще стрельнули там пару раз найти воздух а не смотрю по тормозам кому тоже проблему нужно ну ведь что скажет ой те люди скажут уже опыт имеет то есть вот вот так вот было значит ну ладно пора домой идти печенку тут сварил на костре охота печенку было вот зажег костер часть раскопая печеночки и домой подписывайтесь на канал с вами был ярга ли я еще много историю могу рассказать знаете пишите вопросы я буду отвечать подписывайтесь на канал там распространяете видео помогите мне раскрутить свой канал всем вам добра добра храните себя своих друзей своих родных саламу алейкум рахметуллах ва баракатах